Во вторник основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров написал, что за последние трое суток на его платформу пришли 25 миллионов новых пользователей, а общее число пользователей превысило полмиллиарда. За день до этого Дуров предупредил об опасности Apple и посоветовал перейти на Android. Да, туаполе Apple и Google представляют собой гораздо большую проблему для свобод, чем Twitter. Написал Дуров в Телеграм в ответ на комментарий об удалении сервиса микроблогов Parler из App Store из-за его популярности у сторонников президента США Дональда Трампа. При этом, по мнению Дурова, Apple опаснее Google, потому что может полностью ограничить доступ пользователей к приложениям, которые они используют. Android позволяет, во-первых, устанавливать приложения не только из официальных магазинов, и вообще до сих пор допускает именно аналогов. Вот мы установщики, да, на Windows ставим, да, есть так называемые АПК-файлы под Android, которые точно такие же установщики приложений. Android разрешает пользователю самому на себя брать ответственность и устанавливать приложения, которые, как бы, ну, проверку через Play Market не прошли. 8 января Apple сообщила разработчикам Parler о намерении удалить приложения из магазина, если они в течение 24 часов не ведут надежную систему модерации контента. Там предупредили, что Parler не вернется в App Store, пока не продемонстрирует способность эффективно фильтровать опасный и вредный контент. Компании, которые владеют магазинами, они имеют исключительное право на согласование, понятие, что такое, ну, качественное приложение с их точки зрения. Parler это не выполнив, да, это приложение было удалено. Основатель Telegram не впервые выступает с критикой Apple. Дуров обвинял компанию в монополии и за комиссии в 30% в магазине приложений. По его словам, владельцы iPhone тоже страдают, например, теряют дополнительные деньги и получают обновление с задержкой. Энджи Минибаева, Универтньюз.